В середине августа сирийская армия стояла у ворот печально известного города Хан Шейхун. Именно он являлся самым крупным населенным пунктом так называемого Латаминского выступа. А владев этим бастионом боевиков, правительственные силы могли рассчитывать на полный крах обороны террористов в этом районе. Противоборствующие стороны готовились к решающему сражению. Но вместо лобовой атаки на Хан Шейхун, сирийская армия направила свой удар на север. Мы находимся на западных окраинах города Хан Шейхун. Уже садится солнце. Сегодня силы Тигра готовятся взять территорию площадью примерно 20 квадратных километров. Они должны будут продвинуться с северо-западней и перерезать трассу Алеппо-Дамаск. Это знаменитая трасса М-5, собственно, по которой и снабжается вся группировка боевиков в Латаминском выступе. Тигра готовятся с северо-западной и северо-западной и северо-западной и северо-западной. Мы можем подчеркивать их в айдене с северо-западной. Мы можем подчеркивать их северо-западной и северо-западной. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok То, что неделю назад сирийская армия не стала штурмовать Хан Шихун в лоб, явилось абсолютно правильным шагом Охватив город северо-запада, сейчас боевики, отрезанные от основных сил, отступают на север по проселочным дорогам, где их накрывает авиация Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Сирийская армия стала продвигаться вдоль цепи холмов, которые окружают Хан Шихун с северо-востока С одной стороны, этот маневр позволял взять город в полукольцо окружения, а с другой решалась не менее важная задача Самая высокая точка на севере открывала дорогу на восток, где навстречу тиграм продвигались дружественные силы Ну вот и мы подошли с восточной стороны города Хан Шихун Вот это один из въездов в восточные кварталы Чтобы вы понимали, что мы можем дальше в том направлении Как только силы тигра вышли на трассу, соединяющую города Хан Шихун и Таман, по рации сообщили, что солдаты обнаружили огромные пещеры Недолго думая, мы поймали первую попутную БМП и отправились в Путин Солнце уже было близко к закату, но все-таки мы решили снять эти пещеры Потому как утром их могли взорвать саперы Пока мы исследовали подземные ходы, наверху начиналась перестрелка Пули стали свистеть над холмом, где мы стояли Внизу слабо понималось происходящее Поэтому правильным решением было подняться выше по склону и оценить ситуацию Духи там, за оливками В этой стороне лежит Хан Шихун Он пока еще не занят Нам приходится возвращаться назад Потому что боевики, которые почувствовали, что крышка для них захлопывается Они пытаются с внешней стороны пробить дорогу к своим Вечерняя атака террористов так и не принесла им никаких результатов А ранним утром сирийская армия наконец приступила к штурму Хан Шихуна Он сам поднимет ВЫ Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Ибо... Зачистка Хан Шейхуна длилась не более часа Сейчас штурмовые группы прочесали весь город И 250 террористов-смертников, о которых заявляли их пропагандистские ресурсы Так и не встретили сирийскую армию Видимо террористы все-таки выбрали жизнь и спаслись бегством Ну а мы же с вами находимся на месте химической провокации Которая произошла здесь, в этом городе, два года назад Именно благодаря ней Хан Шейхун стал печально известен на весь мир Субтитры создавал Дима Субтитры создавал DimaTorzok 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 Бродя по пустынным улицам, не покидала одна простая мысль Хан Шейхун, по сравнению с другими населенными пунктами, не сильно пострадал от боевых действий Вышло так, что сдача боевиками города тем самым спасла его от разрушения Завершив зачистку, правительственные войска на следующий день продолжили движение в сторону Кафарзиты и Латам Субтитры создавал DimaTorzok 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 В Атаминском кармане, да впрочем, как и во всем Большом Идлибе, всем заправляла террористическая группировка Хаят-Тахри-Рашам. Но для создания правильного медийного образа на первый план всегда выставлялась умеренная Джейша Лиза. Она открыто получала финансирование и вооружение от монархии Персидского залива и Соединенных Штатов, но при этом всегда действовала как верный союзник сирийского филиала Аль-Каиды. Именно обширная международная поддержка позволяла этой группировке все эти годы сдерживать натиск правительственных войск. Глава Джейша Лиза Джамиль Салих поклялся, что не покинет своих позиций и готов принять смерть в Атаминском кармане. После окончательной зачистки следов главаря так и не было обнаружено. 23 августа. Солнце уже клонится к закату и здесь, в городе Латамна, сирийская армия наконец-то поставила победную точку в летней кампании 2019 года. За три месяца ей удалось освободить такие города, как Хабид, Хан Шейхун, Мурик, Латамна, Кафрзита. Но это не значит, что борьба с терроризмом в Сирии закончена. Войска перегруппировываются и направляются в удар на север. Войска перегруппировалась. Войска перегруппировалась. Войска перегруппировалась. Войска перегруппировалась. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok